Доброе утро, наши зрители Вести. Утро Карачаева-Черкесия продолжает вещание. Погода нас каждым днём радует, солнце светит, но немного облачно. Будет ли дождь, узнаем чуть позже. Но сейчас время новостей. Черкесски честовали предприниматели Карачаева-Черкесии. Более ста человек в День российского предпринимательства отметили грамотами и благодарственными письмами сферы их деятельности, разные торговли, общепит, информационные технологии, туризм, производство продуктов питания. Программу праздника, помимо торжественной части, включали и площадку для общения и обмена опытом предпринимателей региона. Со сцены желали, чтобы все начинания были лёгкими, а предпринимательская инициатива давала плоды. Открыл торжественную часть мероприятия один из ярких представителей бизнеса. Старейшина Карачаева-Черкесии Абубакир Тамбеев. Предпринимательством заниматься, конечно, сложно и тяжело. Это по определению. Но всё познаётся в сравнении. У нас есть возможность сравнивать с другими регионами. Я скажу, что заниматься предпринимательством в нашей республике гораздо проще, легче и почётнее. Довольно часто предприниматели говорят, что самая большая помощь для предпринимателя – это когда не мешают. Так вот, я скажу, что, по крайней мере, у нас в республике не мешают заниматься предпринимательством. А есть очень много механизмов, которые дают очень серьёзные результаты. На базе республиканского МДРС в Ичкикене прошёл круглый стол на тему «Государственная поддержка семьи. Основные формы и их значимость в современном обществе». В мероприятии приняли участие видные религиозные деятели нашей республики, СКФО, представители органов государственной власти и сотрудники высших учебных заведений. Собравшиеся отметили, что основные ценностные ориентиры закладываются в детстве в семье. Поэтому необходимо учитывать важность государства и духовенства для обеспечения стабильности и благополучия общества. Организовали круглый стол – Координационный центр «Мусульман Северного Кавказа» при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Все наши народы Российской Федерации, они сформированы в одном климате, в одном историческом, социальном, географическом пространстве. У них у всех одни и те же ценности. И наши религии эти ценности как раз и утвердили, и распространяют, и заботятся о них, об этих ценностях. Но то, что мы сегодня действительно слышим и видим в медиа в основном, и слава Богу, что только в медиа, то, что творится на Западе с институтом семьи, как он усиленно разрушается, это приводит в шок и трепет, и, соответственно, религиозным деятелям не остается ничего, кроме как уже перейти на пропаганду действительно не столько от религиозных, сколько именно семейных взаимоотношений, ценностей. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключении расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза ночью в отдельных районах сильный. Ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. В горах плюс 3, плюс 8. Днём плюс 19, плюс 24. И местами плюс 10, плюс 15 градусов. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днём небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днём плюс 22, плюс 24 градуса.